Да. Он немного налагает, но тем не менее. Смысл тот же. Мы хотим с вами добавить слой ой данных из нашего инстанса, который называется maxim.info.com В него заходим, идем в нашу группу ресурсов тест и говорим о остановке в виде вектора. Давай, пожалуйста, на карту. Вот он его импортирует. В мобильном устройстве немножко данные по-своему проняться, поэтому нужен процесс обработки. Все-таки ресурсов там значительно меньше, чем на десктопе. Создался. Вот наши данные. Вот эту точку. Вот наша информация, да? Под кнопку. И мы можем перейти ее точно так же для редактирования здесь. Вот форма. Как мы видели, да, она большая и некрасивая, потому что там очень много полей, они как бы не очень нам на самом деле нужны. И вообще процесс сбора вот в такие формы, он такой довольно мучительный. Вот. Поэтому последняя штука, которую я вам покажу. Сколько у нас времени осталось? Ну, 10. А можно с фотографией сразу добавить? Да-да-да, сейчас попробую. Там, наверное, не заработает. Я надеюсь, что заработает. Так попробую. А мы с вами вернемся на шаг назад и скажем, нет ли возможности сделать красивую форму для сбора данных, адаптированную под нашу конкретную задачу. Вот. И какая возможность есть. Есть еще одна, еще одна программа. Четыре, да? Сейчас мы ее обсудим. Форбилд. Собственно, это программа, которая может подсоединиться к вашему, моему в данном случае, моей IPs и забрать оттуда данные. Ничего не появится, правильно, потому что формочек оттого нет. Ну, вот здесь все поля, которые у нас были заведены, да, они здесь уже присутствуют. И дальше мы можем набросать себе форму. Ну, для наших сборщиков, учетчиков, кого угодно. Мы можем перейти и сделать... Вот у меня Sony, да? Под наш телефон все значительно набрасывать. И здесь... Программа теперь без подбумины? Ну, как видите, да, я в бунту, а все под эту бунту работает. И я не под Windows, тем более, все работает. Не знаю, как смотреть. То есть идея в чем? В том, что у вас есть некий набор погрей и некий набор управляющих элементов, которые вы на форме хотите увидеть. Ну, например, простые текстовые записи, какие-то пробелы, а потом какой-нибудь, например, combo box, в котором будет... Нет, давайте по-другому немножко. Какой-нибудь checkbox. В котором просто будет говорить, есть скамейка или нет. Скамейка. Так. Да? И дальше еще один лейбл, в котором будет написано, например, радиус доступ... ну, давайте давайте радиус доступности... Еще один... Ну, здесь нам в комплексе еще подходит. Давайте какой-нибудь текстовый элемент, да? То есть текстовый элемент, где люди просто радиус ведут ручками. И последняя штука какая-нибудь типа... Чего у нас там еще будет? Не знаю... Павильон. Нет, Павильон он был... Step-free, Bench и третий был... А, собственно, чай лучше всего везде. Крыша. Заметки. Павильон там уже есть, собственно. А, это заметки, да? Окей, давайте это сделаем вот так. Радиус доступности перенесем в безбарьерный доступ. И просто сделаем его Даня. Смотрим, что он будет есть. Оказывается, он будет да. Добавить... Или нет. По умолчанию он говорит, что есть нет. И можем сказать еще одно. Что там еще? Комиссию. Есть комиссия? Ребят забыл. Третья? Заметка. Заметка. Ну и это просто будет текстовое поле для обвода. Ну, вот эта форма выглядит уже более адаптированно под спор данных. Тем не менее, она может быть привязана к нашему конкретному набору данных. Ну, каким образом? Таким образом, что вот здесь вы выбираете для скамейки, собственно, поле, в которой будет сохраняться значение, так называемое, bench, да, для, то есть, варьерный доступ в степь 3.2.7 и для заметок, там, ноутс, да. Ну. Ну. Окей. Вот все, что, в принципе, и нужно было нам сделать. Теперь это кладется в специальный файл. А буду уточнить, как будет синхронизироваться то, что наличие скамейки у нас текстовое поле, а здесь просто очень плохо. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Попробуем и увидим. Я думаю, что мы просто будем писать yes или no, как я его попросил сделать. А порой не надо отдельно входить? Где связи с web? Ну, когда я подключался? А. А. Когда я подключался, я ввел свой пароль. А. И сказал, с какого... Ну, видите, сейчас у меня попросят это переделать, я это не хочу делать. Ну, видите, да, когда я подключался, я сказал, что мой веб-дист называется максин.mex.com, но все время этот адрес как бы проходит. И ввел туда пароль и имя пользователя. Было же, да? А. Угу. Видели же? Правда? Так. Ну, вот. И... Дальше... Какой-то деньги у нас заскочили просто. Я просто через Dropbox перекинул свое устройство. Тут есть одно... Ну, один такой... Довольно существенный недостаток, а недоработка, что ли, что сейчас пока это не... Ну, нужен вот этот вот этап перекидывания с одного места в другое. С одного места в другое. Вот. Вот у меня. Вот. Форму я везу в другой раз. Окей. Так. И... Теперь посмотрим, как это здесь будет выглядеть. А-а-а... Ну вот, там вот угол у нас. Dropbox. Это наша кора. Я её себе вложил куда-нибудь. Это очень сильно зависит от разных телефонов, кто с какими-то там фазами, у некоторых это просто с самого приложения. А у меня вот нет формы. Вот. Проните? Да. Просто переместилась в определенную банку, которую я просто знаю где. Ожидание экспорта. Что там ожидается. Вот. В данном случае мы открываем это не из нашего вероинства, а из локального. Но так как мы вводили принтер, при подключении к созданию формы, вы вводили наши данные, то эта штука знает о том, откуда она взлетает, к каким данным она подключена. Вот. Ага. Вот. Сегодня счёт ломаться равно всё. А сколько может быть мобильных устройств одновременно работать? Ограничений нет. А как обновляется, то есть синхронизируется между мобильными устройствами? С этим есть некоторые нюансы. Если будут конфликтующие правки одного и того же, то он возьмет только последнюю. Последнюю правку сохраняют, да? Угу. 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 Все хорошо. Спасибо. И еще. Вот так вот доверять сердцу. И еще. 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 То что мы можем сейчас делать, это отправить это в наш WordPress, делается через... Это через настройки, мы должны включить режим синхронизации. И у reproduци anywhere включено. Эта вообще ni зелана. Сейчас я сказал. Ну так автоматически надо синхронизировать. Но если вы хотите обновлять и получать данное все время, да, так и... и ручное. И вот это засинхронизировало. Может быть, просто много слоев, но вы не хотите, чтобы все они улетали в базу стройки. Выйти из редактирования и сказать обновить. Что происходит? Сейчас будет такой челлендж. Нам нужно эту точку найти. На замет, можно было бы через поиск найти и так далее. Я что-то не догадался. А мы будем смотреть на наши этапы. Я могу войти, могу не входить. Давай попробуем не в подряд. Вот наши точечки. Давай вот здесь. Ой. Начинаем. Начинаем. Надо чуть побольше увеличить. Ура! Это уже верх. Надо было бы подобрать фотографию какую-нибудь более подходящую. Мы поняли, что это работает. Атрибуты. Вот наши атрибуты. То есть, я когда в один... Давайте просто сравним. Ну, по ничто, да. Оп. Ой. Так я, конечно, не найду. Ну, простите. Так. Несколько здесь точек. Несколько здесь точек. По-моему, это было рядом. Понятно? Угу. 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 И все. Вот наша скамейка, наша фотография, наши заметки и так далее. Угу. 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 На этом все. Давайте добавим точку. Ой, куда пошел. Угу. Угу. Мы рядом с ней, скажем... Угу. 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 Закрыли. Ну, просто чтобы не ждать интервал. Там интервал стоял у нас 5 минут, да? Угу. 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 Возможно, еще не дошло. Ну, почти работает. Может, я не стану? Ну, где-то так. Скроул вверх. Ой, кстати. Что-то тут со скроулом. Спасибо, добрый человек. Все на самом деле было. Просто он скронулся и как будто не было. Вот. Это все. Оно выглядит, может быть, немножко сложно, но, видите, работает. 90 пациентов, по крайней мере, в случае. Мы будем очень рады, если кто-нибудь попробовал и нам рассказал.